Танцы и программирование, английский язык и математика, плавание и теннис. В молодежном центре прошел день открытых дверей. Гостей ждали творческие выступления от объединений центра, мастер-классы и детская игровая зона. Наш молодежный центр, думаю, никто с этим спорить не будет, является точкой притяжения, точкой кипения молодежи, подрастающего поколения нашего города. И наша основная миссия – это создать все условия для того, чтобы молодежь, дети самореализовались. И сделать это так, чтобы это еще соответствовало современным всем тенденциям. В творческой части вечера для гостей выступили воспитанники студии спортивных бальных танцев. А ученик школы «Дива» Василиса Данченко Егор Вдовин исполнил песню. Далее родители могли записать своих детей в различные объединения и студии. Были представлены информативные презентации каждого направления. Например, развивающий клуб «Ступеньки» занимается подготовкой маленьких сыровчан к школе. С 5 до 6 лет – это обучение чтению, погружение в мир звуков, крупная мелкая моторика. Все занятия проходят в интересной игровой форме. С 6 до 7 лет – это непосредственно обучение грамоте, обучение счету, письму, чтению, а также работе с географической картой. В кружках молодежного центра ребята могут как научиться о зампрограммировании, так и записаться на современные танцы. А кто-то, возможно, захочет удивить школьного учителя и займется совершенствованием почерка. Свои двери открыли также вокальная школа и театральная студия. Для непосед и гиперактивных детей есть обучение плаванию. Записаться на бюджетное направление можно по телефону 99-118. В этом году мы открываем новое направление – медиа-студия «Школа волонтера». Медиа-волонтерство сейчас очень активно развивается по всей России. Оно образовалось на стыке двух сфер – журналистики и волонтерства. На наших занятиях ребята узнают не только все о волонтерстве, о его видах, практиках, истории, но и станут создателями настоящего, сочного, креативного контента. Если вы творческий человек, любите фотографировать и писать статьи, организаторы с радостью ждут вас в своей дружной редакции. Записаться в медиа-студию можно по ссылке в закрепленном посте группы молодежного центра ВКонтакте. За участие в мероприятиях ребята могут получать доброчасы, а также общаться со спикерами, которые передают свой опыт, наработки и лайфхаки. А для тех, кому не терпится блеснуть чувством юмора и актерским мастерством, в этом году начинает действовать клуб «Школа КВН». В него могут записаться активные творческие ребята от 17 лет. В клубе они будут работать под руководством опытных КВНщиков. Так что этот клуб для тех, кто хочет показать себя, научиться работать на сцене, представлять себя, свою команду. И те, кто вообще, в принципе, увлекается этим направлением или же желает начать им увлекаться. Самые активные ребята смогут принять участие в масштабном межрегиональном проекте «Атомное КВН. Творчество и культура в закрытых городах». Он состоится уже следующей весной. Подробности по телефону 99-108. В завершение Дня открытых дверей и в честь Дня российского кино дети посмотрели советские мультфильмы на большом экране. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. СРОВ-24. СРОВ-24.